Приветствую вас. Я думаю, что лейтмотивом вашего сообщения является то, что вы ревнуете, то, что вы чувствуете собственную неуверенность, то, что вам как-то, знаете, прямо скажем, тяжело, то, что вам тягостно, то, что вам не по себе, то, что вы очень болезненно воспринимаете вот эти вещи, связанные с мужем и то, что между вами нет доверия. Я думаю, что в первую очередь за внимание нужно обратить на вашу неуверенность в себе, вот. Потому что это очень важно. Очень важно то, что вы в себе не уверены. Если вы не уверены в себе, если вы не уверены в себе, то лучше будет, если в этом направлении вы поразмыслите, будет лучше, если в этом направлении вы поисследуете, будет лучше, если в этом направлении вы не будет проведена определенная работа. Вы подумайте, почему вы не уверены в себе, на чём основывается ваша неуверенность в себе. Ведь по сути дел, по сути дел, сейчас, вы пытаетесь за счёт своего мужа, вот, вы пытаетесь за счёт него для себя, чтобы, ну, что-то, реализовать, что-то получить и так далее. Я имею в виду, что неуверенность связана с тем, что вы себя, вероятно, не до конца принимаете. То есть, вы себя не до конца принимаете такой, какая вы есть. Я в этом ключе хотел бы вам этот момент сказать. Потому что я, честно говоря, не уверен, я не думаю, что то, что происходит сейчас с вами, это первичная история. То есть, я думаю, что, скорее всего, какая-то вот подобная ситуация, она уже была, я думаю, что подобный момент уже был. Я думаю, что основание для подобного переживания, да, Лафи, это, соответственно, это сто процентов, что-то основание есть. То есть, это произошло не из-за ситуации, которую вы описываете, а из-за чего-то другого, да, то же самое. То же самое. Скорее всего, ситуация вообще не связана изначально с вот этой историей, а связана изначально, ну, вообще с чем-то другим. Вот. То есть, проблемы, Лафи, возможно, начались еще раньше. Вот. И в связи с этим, в связи с этим, хотелось бы вас, конечно, спросить, как обстоят дела с реализованностью вашей, как обстоят дела с удовлетворенностью вашей личной. Как обстоят дела с общими интересами между вами и вашим, соответственно, мужем, да? Вот. То есть, ну, насколько, условно говоря, много у вас общего между, ну, вот, между вами и вашим мужем. Вот. То есть, это, мне кажется, очень важный момент, на который необходимо обратить внимание. Потому что, ну, совершенно очевидно, что на вас это влияет и влияет достаточно, ну, влияет достаточно серьезно. Вот. Вот где-то там, где-то там, где кроется ваше восприятие в себя и живет источник вашей неверности в себе и ревности. Вот. То есть, вы в глубине души, может быть, понимаете, что мужу становится с вами, например, неинтересно. Вот. Но вместо того, вместо того, чтобы исследовать этот момент, вместо того, чтобы пригнаться себе в том, что вы можете не быть ему интересной, да? Вот. Вы вместо этого пытаетесь как-то вот отстаивать свою позицию, да? Пытаетесь вернуть интерес вот таким способом, но тем самым вы его еще больше только от себя отдаляете своей ревностью. Вот. Ну, хотя бы, хотя бы потому, что, как раз, когда вы говорите про, ну, про его возможную измену, да? То это дает человеку, ну, мысль, то есть у него появляются мысли о том, что вам действительно можно изменить, раз вы говорите, раз вы говорите об этом. Понимаете? Какая штука. Так что, лучше этой темой, этой темой не злоупотреблять, конечно. Потому что, вот. Может, мужчина и правда изменить. Вот. Ну, а ключиком к пониманию текущей ситуации является то, какие чувства у вас вызывает, либо вызывает, либо вызвала эта ситуация с познакомствами. Например. То есть, в общем, вопрос доверия у вас. Вопрос доверия и выражение своих чувств. Я думаю, что вам можно порекомендовать учиться выражать лучше свои эмоции. Свои чувства. Вам можно порекомендовать это. Вот. Ну, а, соответственно, вашему мужу и вам обоим лично будет обратиться к психологу на групповую консультацию, для того, чтобы посмотреть, что за проблемы лежат в основе вашего текущего конфликта, потому что вы пытаетесь человека контролировать. Вот. Если вы пытаетесь человека контролировать, значит, вы себя сами в безопасности не ощущаете. Если вы себя сами в безопасности не ощущаете, значит, вот в этой машине небезопасности и тем, что вам угрожает, нужно поработать для того, чтобы вы лучше отдавали себе отчёт в том, что конкретно с вами происходит. Вот. Вот. Так что, примерно так. И вот то, что вы даже не писали никакого вопроса абсолютно. То есть, просто вот... что вы рассказали, да, и всё. Вот. Вот. Вот эту, на самом деле... Надо был вопрос, на самом деле. От вас желательный вопрос, вот, запрос хотелось бы, чтобы мы понимали несколько лучше, в каком направлении вы хотите, допустим, двигаться, и что конкретно вам, ну, не придуше в этой ситуации, и так далее. Вот, вот, примерно так, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос, если это ревность, то у ревности есть, как правило, основание, всегда, вот, и здесь, конечно, надо бы поисследовать ее причины, причины ревности, вот, чтобы можно было направить вас в полезную конструктивную руку. На этом все, я надеюсь, что мой ответ вам полезен был, если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.